Бог показал мне такое яркое Солнце. И я поняла, насколько Иисус это как Солнце. Когда Он приходит, Он дает радость, Он убирает все мучки. То есть от этого Солнца не скрыться никому. Поэтому родилась такая песня, что подарить вам. Твоя любовь, как и Солнце, Твоя любовь, как яркий свет. Твоя любовь, как и Солнце, Твоя любовь, как и Солнце. Твоя любовь, как и Солнце, Твоя любовь, как и Солнце. 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 Да-да-да, а не здесь, я бы снял тебя там, чтобы в ручке выходить. Халилю и слава, вы два депутата и прослышали. Не слышно? Не слышно? Знаете, после того служения, когда девушка рисовала здесь, Бог положил мое сердце и показал, что он хочет через мой рисунок передать и кому он. Самое интересное, я думала, что я сама себя открутила, но я молилась, 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 и Бог мне показал женщину. Она низкого рота, ну ниже меня, с короткой стрижкой, темненькая, возраст примерно 40-52, может быть 55. И она на этой неделе, то есть я чувствовала ее переживание, то, что у нее обычные жизненные ситуации происходят в течение дня, но она не может получить поддержки от близких, потому что они все заняты своими делами. И она пришла в отчаяние, и она хотела просто обычной поддержки от близких, от друзей, но в этот момент как бы никто не мог ей помочь. Но у меня пришло вот уныние, огорчение, то, что она одна никому не нужна. И я вот очень хочу, чтобы моя картина, которую Бог дал талант, чтобы через мои руки, через этот сосуд я могла нести Христа. В общем, вот такая у меня картина. Вот, если кого-то отликнется, то видите, что это может быть. А кто-то, кто-то, кто-то видит? Знаешь, кто-то видит? Нет, ну я не могу сказать. Вот кому вот, вот, вот этот, где у нас? Голосы голодные? Голоса забыть. Все видно. Да. Смотрите. Руки со светом. Ну, это вот, вот это утешение, которое Бог хочет дать через эту картину. Божьи руки держат тебя. Много может быть столкований. Это божье утешение для вас. Хорошо. Подверьте потом камень. Скажите, если это вас проснулось. Хорошо. Она еще по улице благословит вас. Хорошо. Давайте воздадим славу Господу. Необычно, да? Слава Богу. Мы куда-то идем. Хорошее место. Это место называется Свобода. Свобода творчества. Где мы можем выражать наше поклонение Богу теми дарами, которые у нас есть. Может быть это танцы. В прошлый раз на праздник Троицы вы видели, у нас были поклонения с флагами. Я раньше, когда был в одной церкви, там пастор смеется. У него же... Я как скептически смотрел на это. Пастор такой большой, Андрей Игорь, что это перебежание. Говорит, у меня жена когда бимашет, я только скоро только блоки ставить. Говорит, чтобы не помпало. Говорит, мне древним. Ладно. Но Бог благ. Скажите, Бог благ. Бог благ. Бог очень добрый. Мы сегодня берем святое причастие. Мы причастимся к воскресшему, живому Господу Иисуса Христу, к Его телу и крови к Его жизни. Аминь. Но перед этим я хочу немножко поделиться Словом Божьим. Да поможет нам Господь. И моя пропасть. Называется сегодня, может вывести на экран. Где твой Ирод? Поверни соседу, скажи, где... Спроси, где твой Ирод? Ну это так двусмысленно. Где же он? А ну и я. Давай слоним голову помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за этот день. Да просто Тебя открой нам Слово Твое. Говори через Слово Твое в наши сердца во имя Иисуса. Аминь. И в больного проповедь называется «Бог каждому человеку дает шанс покаяться». Сегодня утром, когда я встал, молился, пастор Мацулла просил нас по всему Подмосковью Церквей Слово Жизни делиться из них и деяния апостолов 1 главы 8 стиха, где сказано, что мы приняли силу Святого Духа, силу с крыши, сверхъестественную силу для того, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа. В Иерусалиме, Виудее, Исламарии на краем земли. Для нас это означает, что в твоей семье, в твоем окружении, в твоей работе и даже до края земли, и края земли, вот Астаха вы ездили, это стерлитомак. Аминь. 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 Удивительно. Если кто-то думает, что зажарим у нас ходит, это запись в молитвенную комнату. Друзья, а можно записаться на идею с 5 вечера до 12. И когда вы записываетесь, мы ожидаем, что вы сюда придете, в молитвенную комнату будет там молиться. Здесь можно громко молиться, петь на языках, не бояться, что вас услышат. Нужно только одного бояться, что Бог вас услышит. Аминь. 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 Можно петь громко, красиво, как вы умеете, плакать, не знаю, стоять на колени, танцевать перед Господом. Это время ваше. Пожалуйста, записывайтесь. Итак, эта проповедь, давно-давно читая Слово Божие, я был удивлен. Зачем, помните, мы празднуем Рождество, зачем Вифлеемская звезда, загоревшись на востоке волхва, зачем она перевела волхнов в Иерусалим? Ведь когда они пришли в Иерусалим, давайте откроем Матфея 2 главу. Матфея 2 глава. Ведь когда они пришли в Иерусалим, Матфея 2 глава, весь Иерусалим пришел в движение. Все встревожились. Царь Ира встревожился. Матфея 2 глава. С первого снега мы прочитаем. Когда же Иисус родился в Иерусалиме Иудейском, в войне царя Ирода, царь Ирод великий, мы позже о нем поговорим. Пришли в Иерусалим, волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Настоящий иудейский царь, младенец, мессия, Христос, спаситель мира. Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь встревожился, весь Иерусалим с ним. Вы помните всю эту историю? И потом мы читаем, что Ирод, он, он, этот был очень кровожадным. Можно показать этот первый слайд? Покажите первый слайд. Презентации. Первый слайд. Покажите! Аллея! 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 Покажите, пожалуйста, первый слайд. И этот человек, Ирод, он был очень кровожадным человеком. Он, вот видите, годом рождения 73-го, года до Рождества Христова. Покажите еще дальше. Представьте. Представьте. Аллея! Вот как он выглядел примерно. Мы знаем, он зовут Ирод Великий или Ирод Ужасный. И это имя нарицательное в России просто. Ирод — это человек, ну, крайне плохой. Крайне, ну, говоришь, делающий много зла. Имя нарицательное. Мы знаем, что он казнил младенцев. И у меня вопрос был всегда. Младенцем Вифлееме. Он хотел убить Иисуса Христа, родившегося царя. И я думал, Бог, зачем ты вам позволил прийти в Иерусалим, оповестить царя? Если бы не оповестил, если бы они не пришли туда, не знал бы Ирод ничего и не убили бы этих младенцев. Зачем нужно было приходить к этим волхвам в Иерусалим? Мы читаем. Он вылетал бы волков в Матфея 2-й главе, мы не будем все читать. Говорит, идите волхвам, поклонитесь ему, скажите мне, скажите потом место, где он родился. И десятый стих в Матфея 2-10. Увидев же звезду, потом волхвы весьма возрадовали с радостью весьма великой, войдя в дом, увидели младенца. Позже звезда привела их к тому дому, где родился младенец. Мой вопрос был такой, Господи, зачем нужно было волхвам прийти в Иерусалим, разве звезда не могла напрямую привести этих мудрецов с востока к Иисусу? Вы знаете, ответ, я молился, спрашивал, и ответ он один. Послушайте, Бог дает каждому человеку шанс покаяться. В волхвы пришли оповестить царя, оповестить Иерусалим, что родился Мессия, родился Спаситель, который поможет, который даст людям возможность вернуться к Богу. Бог дает всем людям шанс покаяться. Ирод великий и ужасный, он убил свою жену из древности, его сестра подговорила его, он очень сильно любил ее несколько месяцев, потом он был в депрессии, он кричал, звал ее, он убил трех своих детей, сыновей, думая, что они составляют против него заговор. Перед смертью, перед тем, как умереть, он составил замещание, чтобы отряд вооруженных людей после его смерти немедленно пошел и уничтожил несколько группу иудейских князей. Ужасный человек. Но вы знаете, даже самому ужасному человеку, низкому человеку. Вот, не знаю, как ли это найти, Бог дает шанс покаяться. Если мы пролистаем дальше, мы увидим следующего человека, его сына Иродантипа, сын Ирода Великого. Вот так его изображают, именно этот Иродантипа, он казнил Яна Крестителя. Библия говорит, что он приглашал его, слушал, и потом, когда он напился, был пьяный. Был пьян просто. И дочка его жены танцевала, угодила ему, он говорит, ну чего тебе дать, знаете, спьяну. А Ян Креститель, который пришел приготовить мир к пришествию Христа, принятию Христа, Ян Креститель обличал этого царя Ирода, что не нужно тебе жениться на жене своего брата. Ирод арестовал Яна Крестителя, и дочка жены просила голову Яна Крестителя, и Ирода дал приказы Яна Крестителя казнили. В Луке 23 главе 6-12 стихе сказано, что Бонти Пилат, и следуй Иисуса на предмет, что с ним делать, казнить или нет, пытаясь дойти в нем в вину, Бонти Пилат, римский прокурат, римский на месте людей, посылает Иисуса к Ироду Антипе. Ирод хотел, Ирод Антипа хотел видеть чудо. Он говорил, ну покажи мне какое чудо, расскажи мне. Иисус молчал, ничего не сказал. Зачем Ян Креститель? Зачем Иисус были посланы? Зачем они встретились с Иродом Антипой? По одной и той же причине. Бог дает каждому человеку шанс покаяться. Каждому. Каждому человеку. Дальше мы идем к внуку. К внуку Ирода Великого. Ирод Агриппа Первый. Он был внуком. Вот остались монеты с его изображением. Это тот самый царь, изъеденный червями. Мы читаем о нем в книге Деяльях Апостолов 12 главе 1-4 стихе, что он казнил Иакова. Помните, был Иаков Иоанн, сыновья Зеледеевы, сыновья Громовы. Где нет, в 12 главе Ирод Агриппа Первый. Он казнил Иакова, и он поместил Петра в темницу. Наверняка он тоже слышал, знаете, то, что происходило в Иерусалиме, когда в один день три тысячи человек покаялись. Потом через несколько дней из-за исцеления человека хромого от рождения пять тысяч присоединилось. Огромное число иудейских священников умеровало. И царь Ирод Агриппа Первый также слышал Евангелие. Видел, что происходит. Возможность, послушайте, возможность, шанс покаяться. Бог предоставляет каждому человеку. Но он не захотел. Он казнил Иакова, хотел казнить Петра. Но Бог послал Ангела Своего. Ангел пришел, освободил Петра. И Петр пошел дальше проповедовать. Ирод Агриппа Первый сидел однажды на возвышенном месте, и люди кричали что-то, и люди кричали ему, «О, это не голос человека, это голос Бога!» И Агриппа Первый говорит, «Да, да, это я!» И написано, «Ангел Господин поразил его, и он был съеден червями». До сих пор врачи не могут установить, что это было за болезнь, потому что разные это были. Иосифлавия Петра, их можете почитать в истории. Но Бог, послушайте, Бог и этому человеку давал шанс покаяться. У него была возможность, и он слышал Евангелие. Далее правду, следующий, четвертый. Четыре книги в Евангелиях и в книге деяния мы видим вот этих четырех правителей, которые охватывают период рождения Иисуса Христа, идеяния апостолов. Следующий царь, Ирод Агриппа Второй, правду Ирода Великого. Этот царь, тот самый царь, который слушал апостола Павла в Деяниях апостолов, в 26 главе, в 1 по 32 стихе, на самом деле это последний царь в Иуде. Именно при нем будет восстание в Израиле. Он попытается подавить это восстание. Придут с Рима полководцы, подавят восстание, Израиль будет уничтожен, царство будет потеряно. Но этот царь Ирод Агриппа Второй. Послушайте, он пришел слушать апостола Павла и слушал его внимательно. Вся 26 глава посвящена тому, как Павел проповедует, послушайте, правнуку самого злодея, того, кто хотел убить Христа, он убил младенцев в Ифриеве, потому что думал, что среди этих младенцев есть Иисус Христос, есть Несея. Вы знаете, Бог не инстинкт за грехи. Бог добрый. Я когда сегодня готовился к этой проповеди пустой, я на кухне начал плакать. Говорю, Господи, а как же... 20 глава, где ты говоришь, что ты наказываешь детей до 3-4 рода за грехи родителей. Как же, Господи, ты человеку, который хотел убить тебя, убил младенцев, столько зла сделал, крови пролил. Ты его правнуку посылаешь апостола Павла, который всю благую ему проповедует. Вы знаете, я просто на кухне... Я лично не плачу перед проповедью, но у меня сегодня... Я плакал от благости Божией. Бог добрый. Бог благой. Он человек любивый. Он любит нас. Послушайте. Он тебе и мне дает. Он тебе дал шанс покаяться. И Он не мстит за грехи твоих... Тебе за грехи твоих родителей. Скажешь, да, но это же слово есть. Бог наказывает за грехи. Вот смотрите, как Он наказывает. Благость Божия ведет к покаянию. Бог дает человеку. Бог дает правду к Ироду. Это как и четвертый род. И во втором, и в третьем, и в четвертом роде Бог каждому человеку дает шанс покаяться, очиститься. Покаяться в рядах родителей. Очиститься. И написано, что царь Ирода гриппа. Второе. Знаете, что он сказал? Он говорит, Павел, ты немного не убеждаешь меня стать христианином. Ты почти убедил меня стать христианином. Благость Божия. Послушайте, это благость Божия. Бог человека любимый. Бог любит нас. Он дает каждому из нас шанс покаяться. Можно следующий слайд показать. Мой вопрос. Не надо все. Не надо все. По чуть-чуть. Где твой мир? Послушайте. Бог человеку любимый дает шанс каждому человеку примириться с Ним. Можно следующую одну строчку. Бог дал тебе этот шанс. Я не знаю, что твои. Мой знакомый хороший. Он рассказывал, как его дед. Точнее, дед. Он участвовал в карательных операциях. Он убивал людей. Давил на танки. Бог показал. Он говорит, но он внук. Он служит сейчас Господу. Он любит Бога. Знаете, Бог дает каждому человеку шанс, и Он тебе дал этот шанс покаяться. А может быть, ты сам свою жизнь делал вещи, за которые у нас надо было, ну, знаешь, не на небеса нас препровождать, а в другие места не столь отдаленные. Но Бог дал тебе и мне шанс примириться с Ним. Можно следующую. Дай так же, послушайте, если тебе дали шанс услышать Евангелие примириться с Богом, дай этот шанс другому человеку. Именно поэтому, послушайте, Бог человеку любимый. Бог, который любит нас. Бог добрый. Его благость. Поймите. Четыре поколения Иродов. Каждому. Каждому поколению. Каждому этому царю Бог давал шанс покаяться. Каждому. Ироду Великому. Его сыну. Ироду Антики. Когда Иисус стоял перед ним. Перед тем, как Христа распяли. Иисус стоял перед тем Иродом. Другой. Внук Ирода Великого. Тоже был в Иерусалиме. Видел все чудеса. Видел, как тень. Слышал. Видел эти чудеса. Как тень Петра исцелал у людей. Послушайте. Бог благою. Бог добрый. Ему дает каждому шанс покаяться. Каждому из этих царей. Послушайте. Тебе был дал этот шанс. Ты примирился с Богом. Дай этот шанс другому. Бог любящий. Человек любивый. Наделяет тебя и меня силой свыше. Сверхъестественной силой. Той силой, которая была на Христе. Которая воскресила и вы смертли. Той силой, которая была на старцах. О которых мы читаем. Той силой, которая была на Серафиме Саровском. На Иоанне Кронштадтском. На какой еще назовите мне. Кто чудеса творил. Кто на миссию ехал. Вот этой силой Бог наделил тебя и меня. Послушайте. Чтобы мы могли людям сказать о том, что мы видели. И слышали у нашего Бога, что Он сделал для нас. Чтобы мы рассказали вот эти свидетельства, которые мы здесь рассказываем. О том, что Бог сделал для нас. Чтобы мы рассказали им. Чтобы мы рассказали о том, кто добрый. Кто любит людей. Бог добрый. Тебе не нужно защищать Бога. Просто скажи, что Бог добрый. Бог хороший. Он любит тебя. Он так сильно помог мне и помогает мне. И Он дает тебе шанс покаяться. Не важно, что ты делал. Не важно, кто твой дед был, прадед. Не важно, какой ты ирод. Или аспин зеленокрылый. Бог дает каждому человеку шанс покаяться. И для этого мы с вами приняли силу с мыши, сверхъестественную силу, друзья мои, чтобы продемонстрировать Божью силу, Божью любовь в действии. Можно следующее. Увидеть свою часть в этом. Знаете, я сегодня, когда готовился, я написал вот эти слайды, написал, составил все. Потом, нет, нет, еще нужно, что-то написать. И потом Бог мне показал, знаете, Бог дает, вы согласны со мной? Что Бог дает каждому человеку шанс покаяться. Да. Но вы знаете, да, Бог дает каждому человеку шанс покаяться. Но тебе нужно убить в этом свою часть. Что Он давал этот шанс через кого-то. Смотрите, свидетели, которые пришли к Тирану Великому, кто это были? Это были волхмы. Они пришли и засветлиствовали, что родился царь иудейский, родился мессия. Вот они это фото, я сфотографировал недавно, волхов. Была часть, послушайте, кто-то, был Ям-креститель, который Иродуантипе свидетельствовал о шансе примириться с Богом. Вот он кузнечиков ест. Акриды. Акриды — это кузнечики, саранча в Израиле. Послушайте, нам нужно видеть, что есть наша часть, Иаков, которого казнил Ирод Агриппа I, и Петра, как разрушил в темницу, тут света можно выключить, а не свет, выключи вот этот лишний. Вот так догонил Яков слева, а Петр, он в руках держит ключи. Послушайте, они были свидетелями, они свидетельствовали своим иродам. Послушайте, у Бога есть люди, через кого Он дает этот шанс покаяться. Это не просто Бог дает шанс всем покаяться, но у Бога есть ты и я. У Него есть, можно следующее показать, вот это восстановлено компьютерное, как мы видим, апостол Павел. Послушайте, Бог давал шанс Ироду Агриппе второму покаяться вот через этого человека. Есть наша часть, маленькая, но очень важная часть, что без нашей части, если мы не засвидетельствуем, если мы не скажем, если мы не принесем дары, если мы, как Павел, не будем вуза и не будем свидетельствовать вот до последнего, даже если мы вуза, не обязательно в темнике, в теме, чтобы это был. Это может быть вузах, не знаю, в депрессии, тебе плохо, тебе ужасно, тебя, 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 тебя вдашнит, у тебя температура. Вот в этих вот наручниках, на далах, в стесненных обстоятельствах ты все равно можешь говорить и дать людям шанс, дать людям надежду навстречу с добрым любящим Богом. Увидеть свою часть, ты. Это пророческая фотография. Вчера было сделано во время субботника, мы поехали с этим братом покупать скамейки, садовые скамейки. Я его посадил, а вот он сидит, и рядом свободное место. Дети. Для кого? Для Ирода. Для того, чтобы кто-то рядом, человек, находящийся рядом, получил свой шанс покаяться, обрести мир с Богом, пережить благость Божию, Божью любовь, увидеть свою часть, что Бог этот шанс покаяться дает через кого-то, через тебя и через меня. Аминь. Давайте встанем и помолимся.